Здравствуйте! Приветствую на всех. Меня зовут Театр Фоминкумала, да, я помню меня доктора Даниле. Я хочу, прежде всего, представить всех аттестов, всех участников в своей встрече. Это наш Александр Данилеевич Даниле, знаменитый психотерапевт Техотерапевт московский и автор, который дальше сегодня не уйти. Из страны театра «Помейку Малова» Антония Андралина, это есть солист театра «Помейку», Юна Дан Рейли-Скилик, и как бы я сейчас приветствовала, она солистка, которая учится в «Помейку» в театре «Помейку». Сегодня мы попробуем супровизировать на тему «Помейку» в театре. Там, посмотрите в пол. Всех приглашаем в нашу консакцию. Как, да? Как, да? Сейчас, все, как, все. Как, да? Все, ладно, все в порядке. Санкт-Петербург 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 Трип, тринь, тринь, тринь... Сентает душо... ...сентает душо... «Эмми, петтайте!» «Амми...» «Акордава я...» «О-о-о-о-о...» «О-о-о-о-о-о...» Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне очень много запрещали танцевать не запрещали, но в моей семье это считалось не очень приличным, чтобы папа стал танцевать, и вообще у меня было очень много запретного, достающего, например, мне нельзя было мандарины. Ну, потому что у меня была аллергия, я тут распухал эти глубинки, страсти красные, и поэтому до сих пор, хотя я не везде теперь куча, у меня мандарины для меня величайший подарок. Я буду, предлагаю вам, не то чтобы станцевать, но чтобы что-то главное почувствовать, просто я не хочу, и не могу говорить давно. Я хочу станцевать в мою маленькую фламенко с мандарины. Если кто-то хочет принять участие в этом, я принес мандарины. Ну, нет, я не заставлю, я вас не победу, не подаю заставить на танец. Я буду танцевать с мандарином, если вы хотите, то вы можете танцевать со мной. Только не съедайте его сразу, это реквизит. В смысле, сдавать не надо. Расплачивается. Спасибо. Спасибо. Компенсация нет. Ну, что-то вроде. Да. Самым зажатым задним. Всего хватает? Не знаю, должно. Ну, я... Сейчас мы поймем, телепатически поймем. Спасибо. 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 Я не могу призывать, и даже... Вот, вот, вот. Спасибо. Спасибо. Не остался один. Смотрите, я... Только танцевать я не могу. Ну, понятно. И поэтому... Мандарин, который мне нельзя... Мне остается только мечтать. Сос, по-лиссанья. Что значит мечтать о мандарине? Это значит представлять себе его округлую оранжевость. Недоступные мандарины из теплых стран, маленькое солнышко. Попробуйте почувствовать, какой он прохладный. У нас некий слез. И такая нежная-нежная у него кожица. Как у любимого человека или у нас с вами, правда? Тернов. Попробуйте почувствовать, сколько здесь оттенков оранжевого. И пятна, как на солнце. Что-то необыкновенно ценное, как будто всегда существовавшее внутри. Правда? Маленький оранжевый флор. Я беру его в руки и чувствую, может быть, самое главное. Мягкость. Смотрите, живое, податливое. Оно поддается в моих руках и вместе с тем все время сохраняет форму. Правда? И поэтому эта форма так приятна в моей мечте о мандарине. Я могу долго смотреть на него. Ощущая, как его оранжевый флор светится мне в изгибах и доросках. Мне нельзя его есть, но я могу его гладить. Прикасаться к ним. И тогда что-то мягкое образуется у меня внутри. Мягкое и податливое, которое позволяет мне двигаться, в том числе, на встречу миру. Потому что, если я не поддамся, как мандарин, я никогда ничего не станцую. Я могу поддаваться прикосновению. Могу поддаваться звуку. Ну, разве в чем-нибудь еще, кроме как в солнечных плодах. Так живет гитара флоренка. В конце концов, я человек, которому нельзя мандарин. Могу его бонюхать. На самом деле, я даже могу ковырнуть его пальчиком. И тогда мандариновое масло как будто наполнит все вокруг. Вот когда я... Чуть-чуть вскрою. Нет, уже понятного. Особенно приятно вскрывать ее для вас. Чувствуете, как мандариновое масло заливает весь зал? Надо им пропитаться. И тогда нет аллергии, нельзя понять, я мандарин. Или мандарин это я. Я же тоже пахну мандариновым маслом. Я могу медленно начать вскрывать шкурку. И тогда обнажится главное. Это главное будет влажным. Оно будет способно меняться. И в нем будет ощущаться подлинная живая плоть. незащищенная совсем. И станут видны другие грани оранжевости, которым я так стремился. И так как мне почти нельзя мандарин что я могу медленно, неторопливо, понимая весь трагизм обнажаемого плода, медленно снимать его одежду. Обнажая влагу. я хочу добраться до сути этой самой оранжевости. Она внутри. паразитерно гармонична. Она раскрывает себя для меня как будто солнце встает над морем на закате. но это не солнце. Это живое, потому что оно у меня в руках. Где-то там внутри таится его тайна. и его звук, который нежно и преданно доверился мне. Я способен его почувствовать. санктирую. Это же плод. Восемь плода. Немного мне нельзя. Немного мучиться. Мастер в воде. Но когда я вскрываю эту влагу и весь заливаюсь оранжевым маслом, я не могу удержаться. Да и надо ли? Если я удержусь, плод пропадет. и тогда я беру одну долю. Прекрасную кокусу. не мечтаю о времени. Чувствуете, какой поток масла? А не волок не смысл? И вот если я решусь, вложу ее в руку, и начну медленно, медленно жевать. Мне же нельзя мастерин. Если я это правда ценю и пытаюсь услышать, каждый нервный тел впускаю в себя свою оранжевую мечту особо особо особо. Я выпрямляю, смотрите. Я выпрямляю все. и впускаю в себя оранжевость. я никогда не могу научиться так двигаться. Но впустив ее в себя я уже почти могу полететь к солнцу или к мандарину. и если я впустил эту оранжевость в себя я могу насылать. И на самом деле я лечу это и есть дуэнда. Самая большая тайна фламинка. есть. Я это попробую нарисовать нарисовать или не получится. На самом деле вот это внутреннее движение о котором я рассказывал плавное погружение внутрь себя есть только во фламинка. Потому что потом то что она курсула танцуя отдает нам это уже дуэнда. Все зависит от того мы сможем почувствовать этот вкус вот эту самую суть оранжевости звука. Почему потому что оранжевость есть гитария у антонио ничто другое. дуэнда. фламинка разворачивает внутрь и отдаешь наружу дуэнда. Как хотите его называть любовь и вдохновение но как мандарин все зависит от того вы себя настроите на вот на это движение внутрь себя зажатым чувством чтобы толстый старый котлый человек мог расправиться и что-то отдать. Этого почти не осталось слова. это осталось только в традиционных танцах. Вот это сворачивание внутрь себя и возникновение музы вдохновение только не надо торопиться надо дождаться ночи и не надо торопиться не надо танцевать надо сначала впустить это в себя это драгоценный звук потому что ему нет аналога в речи есть только в чувствах мандарин будешь впускать его в тело как мандарин узнай узнаешь что такое дуэль отнесешься как к зрелищу ничего не получится все останется бессмыслом вот это для меня самое главное в этих звуках все остальное наверное скажет не надо дуэль не надо дуэль не надо Продолжение следует... 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 Некое спонтанное самовыражение все время оборачивается в глупость. Я буквально хочу сказать, что я не буду спекулировать, я убежден, что когда царь Давид танцевал перед ковчегом, то есть перед Господом, он танцевал не просто танец, он танцевал что-то очень похожее на фламенко. Потому что фламенко на самом деле для меня разговор не с публикой, фламенко – это разговор с Богом. Присутствует тут публика или нет, в общем, глобально не важно. Я говорю с Богом, и если вы сможете меня услышать, хорошо. И это довольно трудно – разговаривать с Богом публично, в том числе, в том числе. Но, возможно, именно в этом смысле, вот именно в смысле разговора души с Богом через движение, это самая древняя искусственная земля. И поразительно, что та культура сохраняет свою самогутность, которая сохраняет эти движения. Если она сохраняет эти движения, то есть эту технику, то она сохраняется. В веках, родычества, воины. Потому что ничего не нужно. Нужна только техника, я и Бог. И тогда я могу сохранить себя независимо ни от чего. Если миг такого разговора возникнет, тому, чтобы отношения не сохранять о технику, то она сохраняет и в таком виде. Простите, что я принесу. Простите, что я принесу. Продолжение следует... 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 Я не чувствую, как входила в мандарин. Это единственный способ. Я должен сказать, что вот здесь, здесь, есть движение. И это стремление. Это так же, чтобы понять. Я хочу сказать, что это, здесь. И я думаю, что профессор, он поможет вам сделать историю. Я считаю, что он сделал это очень-очень удачно, это велико, это очень хороший пример. Это внутреннее желание, 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 желание. Я хочу обратить ваше внимание, это не важно, у меня не получилось танцевать с мандарином, потому что вы не захотели делать это со мной. Вы и так все понимаете, зачем вы все понимаете. Это самое сложное. Кто о чем говорил о курсе? Отдаетесь ли или нет? Вы захотите сыграть в эту игру, хотя бы не нужно освободиться от серьезной взрослой, которая считает, что, главное, сколько мы зарабатываем, вообще оставая фигня. Я, знаете, про что, я только про то, что вот это, на самом деле, короста, которая до нас надета, маска для желания чувствования, судорога, которые мы иногда сведены, просто судорога. И, в общем, ничто как Талинцы не снимают. Наверное. Я хотел сказать, что это, наверное, не случайно, что я много ездил. Но в тех странах, в которых я был, нет на свете мужчин, которые меньше отзываются на то, чтобы потанцевать. Неважно, где или в ресторанах, в углу. Мы не хотим выражать свои чувства. И я боюсь, что очень многие наши болезни связаны с этим каркасом. Все время в глухой обороне. Хабы еще не вышли, если бы на секунду эту оборону отпустили. Если на сутро скитаму со стомат караосулундитра, то нас лучше. И я правда, я же совершенно искренне, я поэтому так люблю Фламенко. Потому что даже когда его просто слушают, оно заставляет то, чего нет у меня. У меня нет способа сделать так, чтобы вы участвовали. Если только в экзаменах покупать. Давайте, я да. А Фламенко способен забрать, потому что это очень древний. Невероятный. Потому что если у тебя нет, но нету, ты не хочешь, нету навыка выражать свои чувства, движения. Но ты можешь слушать, смотреть на службу в Азраиле, представлять себе, что это ты. И это очень здорово. Я не знаю, как вас, а меня это раскрывает. Я поэтому не все не прошу, но они и я. Вы собираете, ребята, вы собираете чего-нибудь. Вы споете. Если просто книга, пожалуйста, по-фавор, Кантали и Байлали. Как это было? Я правильно, что это было. Можно сказать? Если можно, если я уже будет. Он хотел бы то рассказать Антонио, когда он начал играть по просьбе доктора. Да. Хорошо. Хорошо. Что он стал играть? Хорошо. Чтобы понять, сломенку хорошо было по-настоящему, мы должны попробовать... Чтобы понять, сломенку хорошо было, понять по-настоящему, Знается, трех, двух или трех еще, очень эссенциальных. Первое, что самое важное в фламенке или фундаменте, это первая буква. Поэтому мы начали этот момент, встреча нашей здесь с пенем. Я буду называть сейчас «канте», вокал «канте», потому что это существует только в фламенку. Вы можете понимать, что это «канте», то, что делается это не просто пение, это буду называть «канте», да? Без гитары, поэтому пел юнока, без гитары. Первое, как в многих культурах, все начинается с человеческого голоса, потому что это инструмент. Самый близкий инструмент, который у нас есть, всегда с нами, всегда рядом. И он самый близкий к нашему сердцу, к нашим чувствам. И это инструмент. У нас есть православие. У нас есть православие. У нас есть православие. У нас есть православие. Значит, у нас есть православие. Ряды. Я хочу, чтобы меня поняли лучше, и для того, чтобы меня поняли лучше. Покажу вам пример, который я уже рассказала на радио. Мы делали передачу на радио, может, кто-то знали. Это очень личная вещь для меня. Я расскажу вам сейчас. Мне очень тяжело, нелегко рассказать. И когда я рассказываю, у меня кама в горле, когда я это рассказываю. Но я, в этом случае, я пытаюсь остановиться. Я пытаюсь остановиться. Проделать мою интимность, чтобы вы меня поняли и поэтому понялись, чтобы понять пламени. Я, однажды ночью, был с друзьями, как мы всегда делаем, часто говорим, в моем деревне, в баре. И, однажды, у нас был в баре. И, вдруг, у нас был в баре. И, вдруг, у нас был в баре, у нас был в баре. Он сказал ему, а тому, кто пел, тому сказал, кто пел. «Пожалуйста, llame немного, коллеги». Задлуй меня в Петенере Тажани. Это мой маленький роман. Она тоже не очень любит ей. Он также очень любит её. Она тоже очень любит её. Entonces él empezó a cantar, y él se acordaba de su madre, y empezó a llorar, yo he acordado de mi madre también, porque él también cantaba, y cantaba eso también, y yo ya no la tenía, y este amigo mío tampoco, otro amigo mío, que estaba ahí también, lloraba porque su madre estaba febre, y en ese momento sentimos todo, y podemos expresar ese dolor que sentimos, por lo más importante que hay en la Biblia, que es una madre, y ese dolor lo expresó un amigo nuestro, pero lo sentimos todos, pero eso es el flamengo, y un dolor como ese de una madre, a un hermano le puede dar vergüenza de expresar, porque es el dolor de los dolores, porque... ¿por qué? Почему? Потому что мы это нашу культуру это нашу культуру потому что наша культура это очень большая важная часть потому что мы все знаем мы парнем вместе все потому что нас есть Бог не могу и сейчас он и Антонио сыграет когда его мама Мерлан он когда-то уже валял он писал эту бульрию и он сейчас это очень подходит чтобы Антонио сыграл мне бульрии бульрия Держанна бульрия это бульрия бульрия normalmente 選 cómo вечер бульрия это жанре который обычно служит для того чтобы выразить кончен, праздник часы сają каждого сыгреть концентрую но ее вы�도 действительно не это это очень семейная вещь не не нужно быть профессионально это не хочет видеть ты не знаешь как слушать, но знаешь и можешь и в этом случае А сейчас Антонио сыграет милерию Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Не только мамы Антония, а все наши мамы превращаются в мелодии. Надо их найти в какой-то момент, услышать, чтобы они вот здесь взорвались, а рады же. Можно слышать мелодию чужих, но не обязательно писать самим мелодию. Тебе есть компонентуя, то есть слышать мелодию. Ну вот это да, жить позволяет. Хотите назовем это психотерапией, но мне кажется, что это было что-то, что было за тысячелетия раньше. Ты слышишь, не мою, мной написано, я не умею писать мелодию. Слышишь это чисто меломандское, слышишь какую-то мелодию. Вдруг понимаешь, в ней жила моя мама тоже. Главное, чтобы было желание искать. Ну правда, потому что я очень люблю записи, не склоняется. Когда звучат канты, которые поют очень пожилые люди. Испанцы, я имею в виду. И там есть, послушайте, там есть вот это ощущение, в которое очень верят. Что мелодия улетает, куда-то и остается. Я даже не могу сказать, что они молятся, а это не молятся. Наверное, вот когда мы чего-то такой образно говорим, мы же не знаем физики большинство, извините. Может быть, не знаю. Когда мы говорим о вселенских струнах, на которых держится вселенная, то для меня это мелодия. И для меня, к сожалению, я просто так устроил. Так именно здесь и оказался. И для меня вселенной, конечно, звучит какие-то рамки. И для меня, к сожалению, звучит как-то рамки. И для меня, к сожалению, звучит как-то рамки. И для меня, к сожалению, звучит как-то рамки. Когда мы чувствуем или видим какой-то образ, видим нашу мать, видим что-то. Я очень часто, когда играю я сам, и, прежде всего, когда я, когда играю с друзьями, я не слушаю хитом и слушаю, и слушаю хитом и все. Я слышу вокал, и слушаю хитом. Я много члено моих фразовиков. Я очень счастлив, все вспоминают мои эфиры, потому что вижу и чувствую наследство. Я думаю, чувствую, что они так же жили эти чувства, эти моменты, как я сейчас живу, эти моменты здесь. Они так же чувствуют все время. Для меня эфламеку это просто средство, которое мне позволяет соединиться с предками, чувствовать и жить. Жить, и понимать, и научиться от них, потому что они ставили на этих моментах. Интересно, это фламенко, это позволяет вам все. Все. То есть, ты будешь играть, как ты говоришь, как ты говоришь, как ты говоришь, как ты говоришь. А ты чувствуешь, как ты думаешь, как ты говоришь. Фламенцией, ты будешь играть или resolence, ты можешь ставить. Все это позволяет. И это очень свободно. И это очень свободно. И это очень свободно. Интересно. Потому что ты не можешь делать это, потому что это так. И теперь ты используешь это как ты хочешь, как ты чувствуешь. И ты можешь взять весь этот огромный багаж, все это сокровища различных эпох. И можешь выразить твое, как ты хочешь. Я думаю, что это искусство. Поэтому оно переходит границу. Это искусство. И в каждом стране, куда оно зашло, оно стремится. И это сделать как из военных странах. И это ремонтированное. То есть, нашество. А у нас есть, по-аннешству. И мы теперь уже видим, что мы знаем во всем мире какое важное иметь этот искусство во всем мире и не только в испании, и тоже в испании, и в испании. В фламенку живут в каждой человек, который хочет сказать, что... вот вот Но не только танцуют, Он не итальянный уменьшает гитара Но это не только по-прежнему Но это может быть, и может быть музыкально Но только по-прежнему Сегодня фламенко се за всех инструментов Сейчас можно играть на тренку в 70 лет, на всех 80 лет. Я просто хотел бы, у меня ассоциация с иском Анатолием, потому что я просто был на соседе, который много лет сделал в одном лагере с Чижевским. А он, в свою очередь, естественно, растет в Вернадске. Он ей, этой даме, говорил, обязательно учись петь любви. Потому что там на асфере, в подтверждении Вернадского, остается звук. Как бы образы уходят, а живет звук. И мы можем слышать людей, которые от нас слышали. Как бы... А зрение всегда обманчиво. А то, что мы слышим, нет. Там живет звук. Так что, вот есть... Ну и есть, но и научные... ... 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 Ну и попал здесь. И вот, для этого нам нужно давать... Ага. Ну, сегодня мы здесь три фламенков на сцене. Антония и Гитарра, Ионатан, и я. Сегодня у нас есть тройон, и у нас есть таятанта, и он уже есть Ионатан. Басико, тотал. Нет никакого цвета. Ни нет никакого цвета. Это канты. Гитара и гитара. И танки. Я не хочу рассказать истории или диалог. Никако... Гитара и гитара. Гитара и санта. И я буду Four facial Interesting Ну ibu Читирий Гран Dun Чита Чита discord Едем Это принят проятд и мир What Что ? картинки что И después его led our cops Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это очень тяжелкость, это женский мусульный обрал, это пульс такой внутренний, и самое поразительное, что это правда, практически все вещи профессионалы, как бы более или менее, видимо, не случайно именно прокламены, то есть как бы во всех сторонах границы. Так, не более, чем не та вторая, а здесь есть прописанные границы, не мусульный, а женский мусульный. И все, друзья, Антоний Курс, может быть, последняя мелодия, может быть, у вас отлично. Сейчас будет маленькая балерия, а если я делаю конспорезу, то слою, то слою, то слою, то слою, то слою, то слою. Аплодисменты. Аккуста. Аккуста, так ли, в этой булерии, как он подобрал, сửалитий одинокол, не так, чем по-аккуhesу с новым. Если вы знаете, что у вас есть другой характер, Диверсион, юбиле, юбиле Знаете? В этой бульвере, В этой бульвере, которую Антония играл посвященную своей матерью, она не будет иметь ту ночь, ту трубу, которая была на сцене. Здесь будет и время, и время, которая не знает этого слова. Встреча, друзья! Встреча, друзья!